В 1883 году хозяин и главный инженер Восточного Экспресса Жорж Нагельмакерс организовал специальный рекламный прогон своего детища для членов прессы и VIP-пассажиров. На Парижском вокзале он приказал поставить на параллельный путь состав из старых потрепанных пульмановских вагонов предыдущего поколения пассажирских поездов класса люкс, чтобы был еще очевиднее контраст старого подвижного состава с его новеньким сияющим поездом. Он был уверен, восхищенные журналисты непременно сообщат о его рекламной уловке всему миру, и новость эта дойдет и до ушей самого Джорджа Пульмана, который несколько лет назад отказался сотрудничать с молодым бельгийцем, потому что не видел в этом своей выгоды. Серьезная стратегическая ошибка. Потому что Восточный экспресс станет не просто одним из поездов дальнего следования, и даже не просто первым европейским трансконтинентальным экспрессом. Он превратится в легенду, в культурный феномен, в символ эпохи, место действия самых знаменитых приключенческих книг и фильмов, и вполне реальных исторических интриг и скандалов, в части истории культуры и истории бескультурья. Начало пассажирского железнодорожного сообщения было абсолютно негламурным. В тогдашних поездах мы говорим о пушкинском времени, 20-30-х годах 19 века. Не было вагонов первого и второго классов. Все пассажиры, вне зависимости от их социального положения, всю дорогу тряслись бок о бок на одинаковых деревянных скамейках. Но поезда и не ходили очень далеко. Первая железная дорога, начавшая регулярно перевозить пассажиров, имела в длину всего 40 километров. Паровозы могли развивать страшную скорость 15 миль в час. Это примерно 24 километра в час. Что все равно казалось головокружительной скоростью людям, привыкшим перемещаться по миру в телеге, запряженной валами. Потому что люди состоятельные, с каретами и рысаками, по железке не ездили, а ездил по ним рабочий и деловой люд. Практически исключительно мужчины. Потому что весь этот экспириенс был не для нежной женской психики. Вы всю дорогу сидели на жесткой деревянной скамейке, подпертой двумя соседями, и еду нужно было брать с собой и есть на коленках, а в туалет бегать на станции. Когда вагоны вообще начали отапливать, а это случилось далеко не сразу, отопление представляло собой небольшую печку, типа буржуйки, стоявшую посередине вагона и раскаленную до красна. Тем, кому повезло устроиться рядом с ней, поджаривались как рождественская ветчина. А те, кто сидел за два ряда от них, уже жестоко мерзли всю дорогу. Чат от печки смешивался с чадом от паровоза и дымом многочисленных курительных трубок. Сквозняки гуляли по всему вагону, а трясло так, что стучали зубы. В общем, никто для развлечения на поезде не катался, только по неотложным делам. Ну, пассажирские поезда постепенно улучшались и набирали популярность. Первое разделение между вагонами было сделано, когда женщины, наконец, отважились путешествовать поездом. Появились отдельные вагоны для дам, которые фактически были вагонами для некурящих. Никаких других особых удобств в них не было. Но к сороковым годам начали появляться вагоны первого класса. Для людей, желающих получить за дополнительные деньги дополнительный комфорт. Третьего класса или вообще не было, или их называли в США вагонами для эмигрантов. И они были немногим лучше вагонов для скота. 20 человечков или 8 лошадей. Соединенные Штаты вполне предсказуемо стали передовиком пассажирского железнодорожного сообщения. Потому что страна росла и в конце концов растянулась от океана до океана. Страна также богатела на глазах. И множество богатых людей и работающих людей там значительно пересекались. Состоятельные деловые люди ездили довольно далеко и хотели большего удобства в пути. Вагоны начали обрастать изоляцией, окна стали лучше, отопление стало лучше, появились туалетные комнаты, сидения стали мягкими. Первый класс в конце концов стал таким комфортным и даже роскошным в своей отделке, что по-настоящему богатые люди начали пользоваться поездами. Да, мы начали ездить одни. Поезд приобретал лишь спектабельность. Что, конечно, не исключало возможности того, что Буран заметет пути и тогда все пассажиры, включая мужчин из первого класса, выбирались наружу, брали лопаты и дружно начинали откапывать рельсы. Или гоп-стопщики взорвут динамитом пути. Вот этого Нобель не ожидал. И начнут ходить по вагонам, собирая кошельки и кольца. Но благо все мужчины ездили вооруженные до зубов. Так что сцены, описанные в 29 главе романа «Вокруг света 80 дней», случались регулярно и не только в Америке. Все это время никаких спальных вагонов в поездах вообще еще не было. Ну, то есть вы могли спать сидя, положив голову на плечо соседа, если вам было угодно. Но никаких полок в поездах и купе не было. Вагон был организован примерно как современные электрички с рядами скамеек, попарно обращенную друг к другу. Большинство людей не проводило в поездах несколько суток к ряду. Если вы ехали далеко, из Бостона в Сан-Франциско, например, вы останавливались на ночь в привокзальной гостинице, чтобы вы могли нормально поесть, поспать, сходить в туалет, умыться и вообще прийти в себя от тряски дыма и грохота. Наконец, Джордж Пульман произвел настоящую революцию, запатентовав свой спальный вагон, где кресла раскладывались в кровати и сверху спускался ряд подвесных полок, после чего задергивались шторки и пассажиры укладывались спать на ночь прямо в вагоне, не прервая путешествия. Филлиас Фок уже едет через Америку в таком вагоне. И если вы помните фильм в джазе «Только девушки», в пульмановском вагоне женский джаз путешествует из Нью-Йорка в Майами. Но это было в Америке. В Европе люди все еще не ездили на такие большие расстояния. Спальные вагоны практически не существовали, и богатые люди предпочитали кареты с рессорами, грохоту, чаду и тряски железных дорог. Кто-то должен был поставить Европу на рельсы. Прогресса. Этим человеком стал бельгиец Жорж Нагельмакерс. Жорж Нагельмакерс происходил из очень состоятельной банкирской семьи. Его дед, если не ошибаюсь, был основателем первого частного банка в Бельгии. Жорж родился в Льеже в 1845 году с массивной серебряной ложкой во рту. Он рос умненьким и активным мальчиком. В юности он пылко влюбился в свою кузину. Семья была, мягко говоря, против, и Жоржа отослали в Америку изучать инженерное дело и исцелять разбитое сердце. И там его настигла настоящая любовь всей его жизни – железной дороги. Жорж был поражен тем, с каким комфортом и как быстро можно пересекать континент на поезде. За неделю можно было домчаться от Атлантического океана до Тихого, если, конечно, на вас не нападут индейцы. В поездах Пульмана были вагоны-рестораны и курительные комнаты. В них работали дружелюбные стюарды и горничные, заботившиеся о комфорте пассажиров. А главное, с наступлением ночи их сидения трансформировались в удобные полки кровати, которые отделялись занавесками от прохода. Это была настоящая гостиница на колесах. Жорж загорелся внедрить все эти усовершенствования на европейских железнодорожных ветках. И он сделал предложение Пульману инвестировать в линию спальных вагонов для европейских поездов. Но тот ему отказал. По крайней мере, так гласит легенда. Может быть, Пульман не хотел рисковать, связываясь с очень молодым иностранцем. Жоржу в те годы не было еще и 30. Или он искренне не понимал, зачем европейцам поезда дальнего следования, куда они собираются на них ездить, собственно говоря. Всю Францию можно пересечь за сутки. Дальше начинались 38 германских государств, каждый из которых можно было вообще пешком перейти. Но у всех были свои короли и границы. Не будем забывать еще, что в Европе постоянно шли какие-то войны и революции. Страны организовывались во враздующие коалиции, границы передвигались. Куда и как вы в таких условиях собрались путешествовать? Главное, зачем? Но Джордж верил в светлое будущее Европы. И вернувшись из-за океана, он решил догнать и перегнать Америку в деле путешествий класса люкс. Ему ненадолго помешала франко-прусская война. Но к 1873 году он основал собственную компанию. Компании Интернациональ де Вагонли. Международная компания спальных вагонов. У Джорджа были обширные планы. Он считал, что европейский путешественник готов к броскам на по-настоящему дальние расстояния. И он, в свою очередь, готов был перевезти своих пассажиров через всю Европу поперек и прямиком доставить их к воротам Азии. Без ночевок в гостиницах, без стыковок и пересадок. Это была идея Восточного экспресса. Строго говоря, он будет назван Восточным экспрессом только в 1891 году. Начало этого предприятия было, я чуть было не сказала, скромным, но ничего скромного в задумке Джорджа Нагельмакерса не было. Это был амбициозный проект. Но поначалу это был не целый поезд, а отдельные вагоны, которые прицеплялись бы к чужим составам, идущим через Европу по разным странам. И пассажиры этих вагонов должны были не замечать того, что они как бы делали многочисленные пересадки с поезда на поезд. Они покупали один билет, и дальше все происходило само. Проблему такого проекта была уйма. От политических, такому поезду придется пересекать несколько границ государств, периодически находящихся в контрах друг с другом, до технических. Удобство такого путешествия было под вопросом. Потому что, строго говоря, спать в тогдашних поездах, даже если в вагоны поставить мягкие кровати, было все еще ужасно неудобно. Даже такая закаленная путешественница, как австрийская императрица Елизавета Сиси, у которой был свой, смею вас заверить, очень комфортабельный вагон, все равно жаловалась, что спать в нем невозможно, и лучше останавливаться на ночлег в отелях. Вагоны тогда были гораздо короче нынешних, имели только две оси, которые непосредственно крепились к телу вагона. Рельсы железной дороги тоже были короче и укладывались не так ровно, как сейчас. И на каждом стыке вагоны подскакивали и грохотали, и пассажиры бились головами о стенки и спинки сидений. Для Нагельмакерса это было неприемлемо. И он затеял чрезвычайно дорогой проект. Не просто продажи билетов в спальные вагоны, но организации по-настоящему удобного путешествия на дальнее расстояние. Потому что если он вообще мог надеяться, что его вагонами начнут пользоваться, это будет совершенно другая публика, чем клиенты Джорджа Пульмана в Америке. Это не будут эмигранты и бизнесмены, отправляющиеся по месту работы и службы осваивать дикий запад и копать золото. Это будут люди, путешествующие для удовольствия и развлечения. Еще в начале 19 века международный туризм был для психов, туберкулезников и Чайл Гарольдов. Никто не катался за границу для удовольствия, потому что никакого удовольствия в этом не было, а был смертельный риск и сплошные мучения. Но времена изменились. Уже не только смельчаки и герои могли осмелиться повидать дальние страны. Появились путешественники, не спонсированные королевскими домами. Люди, просто так решившие посмотреть, что там за горизонтом. Но по преимуществу люди делали это на кораблях, которые тонули. То есть некоторый уровень авантюризма от путешественников все же требовался. Кстати, Филлиас Фок совершил свое путешествие в 1872 году. И он, обратите внимание, даже не пытается пересечь Европу по суше. Он плывет вокруг на пароходе прямиком в Суэц. Потому что на поезде он этого сделать еще не мог физически. Ближний Восток и Египет входили в большую моду. Греция, Италия. Многие жители Северной Европы интересовались и хотели бы посмотреть своими глазами на пальмы и развалины древних цивилизаций. Но многих останавливала морская болезнь и инстинкт самосохранения. Идея международного туризма по железной дороге дозрела и ждала практического исполнителя. Но это должен был быть уникальных организаторских способностей человек. Нужны были большие деньги и нужны были связи. Благо, у Жоржа Нагельмаркеса было то и другое. Что не означает, что его путь был усыпан розами. Несмотря на свою фамилию, он так и не сможет получить заем у частных банков. Проект кажется всем слишком рискованным. Огромные инвестиции были завязаны на заключение договоров обслуживания с десятком железнодорожных компаний в разных странах, часть которых с точки зрения бельгийских банкиров только из вежливости назывались европейскими. Нагельмаркеса выручит его король. Леопольд II, безусловно, полностью ответственен за все, что происходило тогда в Конго. И ему нет извинений. Но колониальные зверства, я имею в виду зверства, когда недоздачи по сбору каучука, они там преимущественно собирали каучук, выплачивались отрубленными руками, и женщины и дети брались в заложники, чтобы мужчины не возмущались. Так вот, вот эта вся система выжимания денег из Конго стала базисом для того, что Бельгия при нем пережила впечатляющий промышленный бум. Король охотно тратил большие средства на масштабное строительство и железные дороги, в частности. Леопольд II был известным энтузиастом железных дорог, и он имел семейные связи с несколькими монархами тогдашней Европы, поэтому он смог помочь Нагельмаркесу получить разрешение беспрепятственно пересекать международные границы. Но Жорж далеко не сразу начал возить пассажиров через всю Европу прямиком из Кале в Стамбул, в те годы еще Константинополь. Для начала он открыл сервис от Парижа до Вены, и этот маршрут, объединивший две самые блестящие столицы Европы, быстро стал очень популярен. Это был как раз маршрут для той богатой космополитичной публики, на которую он рассчитывал. Эти люди готовы были заплатить большие деньги за то, чтобы с комфортом домчаться в спальном вагоне за двое суток туда, куда раньше им пришлось бы трястись в дилижансе две недели. Вскоре его спальные вагоны начали добираться до Бухареста, а затем и дальше. Надо сказать, что размах идеи Нагельмакерса опережал наличествующую в Европе инфраструктуру. Поначалу просто физически было невозможно доехать на поезде из Парижа до Константинополя без пересадок. Оригинальный маршрут стартовал в Париже, именовав Страсбург, Мюнхен, Вену и Бухарест, доходил до станции Джурджа на границе с Болгарией, где пассажирам приходилось выходить из поезда, потому что спроектированный мост через Дунай еще не был построен, и пересекать реку на пароме. После чего они на болгарской стороне садились в болгарский поезд и ехали до Варны, где рельсы упирались в Черное море. Там, если пассажиры хотели продолжать путь в Константинополь, им нужно было пересесть на пароход и потом еще на один поезд, идущий собственно в Турцию. Но несмотря на это, спальные вагоны стали очень популярны, особенно на протяжении пути от Парижа до Будапешта. Ехать дальше все еще казалось небезопасным, и на это были причины. Лихие люди Южной Европы регулярно грабили поезда не хуже, чем налетчики дикого запада. Но ситуация улучшалась с каждым годом, и к 1889 году уже можно было проехать из Парижа до Константинополя по железной дороге без пересадок и паромов. В 1891 линия была официально названа Восточный экспресс. Восточный экспресс покидал Гар-де-Лест в Париже каждый день в 18.25, и спустя три ночи и три дня к четырем часам вечера он прибывал на станцию Сикерджи в Стамбуле у бухты Золотой Рог к воротам Азии. Потрясающая скорость. Билет стоил приблизительно 2000 долларов на нынешние деньги, то есть это безусловно был первый класс. Постепенно Нагельмакерс добавит свои вагоны-купе второго класса, но третьего класса в Восточном экспрессе не будет никогда. Его элегантные синие вагоны с золотыми вензелями были настоящими шедеврами роскоши и комфорта. Этот поезд был наивысшим воплощением нового модернистского космополитичного стиля жизни. Он задавал стандарты всей Европе. Это был уже не пульмановский вагон, похожий на сарай, а настоящий первоклассный отель на колесах с удобными купе, в каждом из которых было одно или два спальных места. Все предметы обстановки были специально сконструированы и сделаны изящно и инженерно совершенно. От ловко опускающихся верхних полок до крючков для одежды с пробковыми глушителями, чтобы они не стучали об стенку. В каждом купе был отсек с умывальником, и джентльмены могли побриться прямо у себя в купе опасной бритвой и без риска для жизни, потому что вагоны Восточного экспресса принципиально отличались по конструкции. Нагельмакерс ввел сначала трех, а потом четырехосевые вагоны, колеса которых крепились не прямо к вагону, а к тележке с рессорой, на которой уже лежал вагон, что очень сильно снизило шум и тряску, и позволило развивать невиданную ранее скорость до 100 километров в час. И на этой скорости без опаски сервировать обед для пассажиров в вагоне-ресторане на фарфоре и хрустале. Обеденное меню содержалось семь перемен, и в нем было все от устрицы шампанского до национальных блюд местностей, которые поезд проезжал, специально адаптированных модным парижским шеф-поваром. Вагоны-рестораны были укомплектованы штатом специально отобранных и отлично тренированных поваров, способных готовить самые изысканные кушания в самых стесненных условиях миниатюрных, но безукоризненно функциональных кухонь. Даже посуда была специально спроектирована и изготовлена для Восточного экспресса, чтобы поддержать стиль оформления всего поезда. Было время, когда люди специально покупали билеты на Восточный экспресс, просто чтобы там пообедать. Они выходили на следующей станции и возвращались домой на встречном. Это был, конечно, очень дорогой способ пообедать, но самый шикарный. Жорж Нагель Маркес не придумал поезд. Он не придумал даже поезд дальнего следования. Он не придумал экспресс. Он даже не придумал с нуля спальные вагоны. Он сконструировал идеальное воплощение спального вагона. Но концепция была и до него, и прототипы ходили. Что он делал? Он продавал мечту. Как вы сидите в вагоне-ресторане за столиком с белоснежной скатертью. Вокруг граненый хрусталь и фарфор с вензелями и шампанское на льду в блестящем серебряном ведерке. И улыбающийся официант с накрахмаленной салфеткой готов подать вам самые изысканные блюда. А за окном пролетают прекраснейшие пейзажи Европы. Поля лаванды, заснеженные Альпы, Бирюзовое море. А впереди вас ждет Стамбул. Величественный загадочный восток. Откуда вы будете посылать открытки своим друзьям, которые будут читать их где-нибудь под дождем в Глостер шире и завидовать. Потому что до Инстаграма были открытки. И вот это был его товар. Стиль жизни. Новообретенная свобода и благополучие. Весь мир на вашей ладони. Но новый век не оправдал надежд на Гельмаккерса на мир и Европу без границ. После Первой мировой войны путь Восточного экспресса больше никогда не будет проходить через Германию и сдвинется на юг. К этому времени Симплонский туннель сквозь Альпы соединил Швейцарию и Италию. И появилась южная ветка Симплонский экспресс через Милан, Венецию и Триест, откуда одна линия шла в Стамбул, а другая в Афины. На севере поезд шел до самого Кале, где его расписание будет синхронизировано с расписанием парома через Ла-Манш, что позволит лондонским пассажирам без задержек пересаживаться и отправляться на острова. Именно в Симплонском экспрессе происходит действие романа Агаты Кристи «Убийство в Восточном экспрессе». Пуаро срочно вызывают в Лондон, свободных мест в первом классе нет, но он бельгиец и управляющий компанией его знакомый и соотечественник. Поэтому его запихивают на единственное свободное место во втором классе в вагоне, заполненном разношерстной публикой, скрывающей общую тайну. Ой, прошу прощения за спойлер. Я не могу поверить, что есть люди, которые не читали или не смотрели убийства в Восточном экспрессе. Сама Агата Кристи неоднократно путешествовала в Симплонском экспрессе во второй половине своей жизни, когда она вместе с мужем-археологом проводила много времени на раскопках на Ближнем Востоке. Она брала с собой в путь пишущую машинку, и во время одного такого путешествия ей в голову пришел сюжет одного из самых прославленных ее романов. Эта история станет одной из ряда легендарных, реальных и выдуманных мифов Восточного экспресса. За свою международность и шик Восточный экспресс быстро прозвали поездом королей и шпионов. Это был первый коммерческий поезд, на котором короли могли ездить в числе других пассажиров. Им это было не зазорно. Бельгийский король, по слухам, ездил на нем в Стамбул с целью навестить настоящий турецкий гарем. Болгарский король Фердинанд однажды фактически угнал поезд, отобрав контроль паровозом у обалдевшего машиниста, и гнал его на повышенной скорости через всю свою страну. Он тоже был одним из королей-энтузиастов железных дорог, которых в те годы было много. Французский президент Поль де Шанель однажды выпал из Восточного экспресса в пижаме и тапочках. Он был в стельку пьян и даже не очень ушибся. Он добрел до сигнальной будки и сказал двум обходчикам «Я президент Франции», на что один из них ответил «А я император Наполеон». В общем, де Шанель президентствовал всего около полугода. Из-за своей способности стремительно и без проблем пересекать государственные границы, Восточный экспресс довольно быстро стал излюбленным транспортом шпионов. Утверждается, что вся топовая европейская и ближневосточная агентура им пользовалась. Прославленный британский разведчик и основатель движения скаутов Роберт Баден Пауэлл путешествовал на нем в то время, когда он изображал из себя энтомолога в экспедиции. Он рисовал многочисленные иллюстрации южноевропейских бабочек, пестрый узор на крылышках которых был на самом деле чертежами австро-венгерских укреплений в Далмации. С приближением Второй мировой войны шпионская тема стала доминировать в легенде Восточного экспресса. Молодой английский режиссер Альфред Хичкок сделает экспресс ареной одного из своих первых триллеров «Леди исчезает». Оглушительный успех этого фильма, все еще очень смотрибельного, несмотря на солидный возраст, позволил Хичкоку заключить контракт с Голливудом и стать фактически основоположником нового кинематографического жанра. В Восточном экспрессе на самом деле произошло несколько загадочных убийств. Необъяснимая гибель американского военного атташе в Румынии Юджина Карпа, выпавшего из поезда в 1950 году, вдохновила Яна Флеминга на его роман «Из России с любовью». Это пятая книга и второй фильм о Джеймсе Бонде, в котором его роль исполнил Шон Коннери. Железный занавес эффективно прервал историю Восточного экспресса, а расширение пассажирской авиации отодвинуло поезда дальнего следования на второй план. Теперь от Парижа до Стамбула стало возможно добраться не за пять дней, а за пару часов. Ну и сейчас вы можете совершить поездку на ностальгическом Восточном экспрессе, в настоящем отреставрированном синем вагоне. Он ходит очень редко и нерегулярно, потому что это не нормальный пассажирский рейс, а фактически роскошная многодневная экскурсия. Зато теперь в нем есть кондиционер. Роскошь, недоступная во времена королей и шпионов. На сегодня у меня все. Я рада, что мы снова вместе в новом году. У меня большие планы, поэтому не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал, если вам понравилось это видео. Дальше будет реклама моих других проектов. Всего вам доброго. До свидания. Друзья мои, если вы скучаете между субботами и хотели бы больше и чаще узнавать всякие интересности, касающиеся истории культуры и особенно истории без культуры, то вы можете подписаться на мой блог на Бусти или Патреоне. Эти два блога абсолютно одинаковые, я там пишу одно и то же. Просто Бусти умеет принимать оплату российскими платежными средствами, а Патреон принимает разные международные кредитные карточки. И на этих блогах я почти каждый день публикую занимательные рассказы с картинками. Это на первом уровне подписки, а на втором уровне вы еще получите доступ к дополнительным коротким видео. Кроме того, если вам не нравится вся эта реклама, которую в вашей стране вставляет в мои видео YouTube, это еще одна причина подписаться на блоги, потому что там я размещаю субботние видео без рекламы и на 15 минут раньше, чем на YouTube. Это для тех, кто к субботе конкретно соскучился. Еще один немаловажный ништяк для подписчиков, это возможность бесплатно скачивать мои художественные книги. Ссылку на онлайновый магазин, где вы можете их купить, я, кстати, тоже размещу внизу в описании. И последнее, но не по важности, причина подписаться на мой блог. Вы тем самым поддерживаете этот канал и даете мне возможность все мое рабочее время посвящать вам. На сегодня у меня все. Всего вам доброго и до скорых встреч!